Итак, в этом ролике я бы хотел рассмотреть три американские компании, на которые был непосредственно большой спрос. Рассмотреть их фундаментально. И, между прочим, я эти три компании тоже возьму в оборот, а именно для того, чтобы их в дальнейшем брать непосредственно в инвест-портфель. Но не сейчас их брать, потому что еще время не подошло. А брать уже после больших событий, какие в скором времени, я думаю, будут. Особенно после сворачивания QEM. Начнем с компании Pfizer. Фармацевтическая американская компания. P&E 13.3, PEC минус 0.9, PB 3.2. По сути, говорит о том, что компания на американском рынке недооценена фундаментально по всем факторам. С точки зрения выручки и чистой прибыли в этой компании, она, скажем так, в боковом соотношении будет ходить. По крайней мере, по мнению данных аналитиков. Где-то больше, где-то меньше. Но средняя цена выручки, пардон, чистой прибыли, получается 11 миллиардов сто с небольшим миллионов. То есть, самая средняя цена за предыдущие несколько лет и за последующие пять лет. Как видим, историческая компания своей чистой прибыли ни разу не проседала в этом десятилетии. Является позитивом. По рентабельности активов в компании хорошие. Они у нее высокие. Если говорить про балансовую стоимость и про кредитную нагрузку, то они между собой коррелируют. И тут явный плюс в том, что баланс, он превышает кредитную нагрузку. Говорят, потому что компания все-таки в первую очередь не станет платить деньги, не станет погашать в первую очередь и своей прибыли кредитную нагрузку. То есть, обслуживать эту кредитную нагрузку. Это позитив. То, что не станет в первую очередь. С точки зрения дивидендной политики, у нее абсолютный боковик в ней. 3-4% за текущее десятилетие. Но, в принципе, ожидается поход ее до 5% к 2024 году. Я допускаю. Потому что фармацевтическая промышленность в США, она очень неплохо развита. Хорошо, то есть, даже развита. Если посмотреть с точки зрения прибыльности, то у них выручка за предыдущие годы, до 2017 года, была растущая. А, пардон, пардон, пардон. До. Так, 15, 16, 17, вот. Она, то есть, даже по сей день растущего, до 2018 года, до закрытия финансового квартала. Изначально не туда посмотрел. С точки зрения чистой прибыли, она у нее такая волнообразная. Когда больше, когда меньше. Но, это не мешает компании выплачивать стабильно дивиденды. И в будущем их даже повышать. Потому что американские компании, они работают в противовес российским. То есть, если российские компании, они, в первую очередь, их рыночная цена зависит от повышения процентов на дивиденды, в первую очередь. На фон чего она взлетает потом цена. То американские компании, они, как правило, растут на своем фундаментале, в первую очередь. То есть, дивиденды, это, скажем так, второй инструмент по росту рыночной цены. А в России это первый инструмент. Это вот чуть-чуть иная ситуация здесь складывается в соотношении российского и американского рынка акций. С точки зрения квартальной отчетности, можно посмотреть то, что компания имеет заработок, общий доход, такой, какой он был в 2018 году по всем кварталам. Ну и чистая прибыль аналогично в 2018 году. То есть, компания в этом году, в этом году, за 2019 год, повторяюсь, компания за текущий год, 2019, заработает чуть больше той суммы, которую она заработала за 2018 год. Потому что в 2018 году были непосредственные просадки по чистой прибыли. Это вот вы видите, как на четвертом квартале. И я бы хотел сделать акцент на то, что, точнее поставить акцент на то, что компания сама по себе, она интересна. То есть, она даже рынком американским недооценена в каком-то соотношении. То есть, она имеет потенциал даже пойти и выше. Если посмотреть с точки зрения техники, то у нее все еще сохраняется восходящий тренд с 2009 года. Ну, с окончания кризиса 2008-2009 года. И тренд по сей день здесь выходит еще восходящий. Вот так сейчас обозначу. И в принципе, компания, точнее цена по этому тренду и идет. Я в принципе, эту компанию, повторяюсь, записал свой лист. Так сказать, наблюдательный лист с аналогией с другими компаниями. Промышленниками некоторыми американскими, индустриал, перевозчиками, фармацевтами, айтишниками и прочим. Потому что я их буду брать в скором времени, но не сейчас. К примеру, данную компанию я бы предпочел взять где-нибудь на отметке 20... Сейчас... 28... Либо вот здесь. Вот в этом диапазоне. 28-21. Потому что цена, когда уже наступит время, скажем, финансового лихолетия, цена она куда-то вниз, далеко вниз не просядь. Потому что рентабельность у этой компании довольно высокая. Но если посмотреть непосредственно на историю ее с 2000 года, да, вот посмотрите, как она росла. И когда прошел кризис с 2000 года, видите, как она начала в своем высочем, нисходящем тренде проваливаться. Но смотрите внимательно на то, что максимум она не восстановила. Именно максимум 2000 года. То есть она не пробила. То есть компания по факту ходит сейчас в своем боковике. Вот. А боковик здесь довольно широкий. Вот. Если на него так посмотреть. То есть следующий поход вниз. Вот вниз сюда на 11 баксов, я думаю, не будет. Цена может спокойно остановиться вот на этой отметке. 28 середина. И вот здесь вот. Потом она толкнется уже непосредственно вверх. Поэтому вот компания, повторяюсь, она имеется в моем тоже листе. Изучаю. Я точнее имею на нее взгляд с точки зрения инвестиции. Но пока, как говорится, немного рано в нее инвестировать. Так как внешние риски пока крайне сильно высоки. И данная компания, она во время уже финансового лихолетия имеет все шансы просесть. Вот именно эта компания. Она, ну, скажем так, относительно циклична. Далее компания Waste Management. Компания, которая занимается переработкой мусора в Северной Америке. Вот по описанию, в принципе, здесь все написано. Пина Е27. Пэк 2,5. Северной PB7. Компания оценена рынком справедлива. С точки зрения выручки и чистой прибыли. Чистая прибыль у нее прогнозируется в своем боковике. Особо не растущая. Ну, выручка растущая, но чистая прибыль не растущая. Это означает то, что в компании имеются какие-то либо внутренние капитальные затраты на ее развитие, скажем так. И, вероятно, какая-либо долговая нагрузка, которую компания просто вынуждена погашать со своей общей прибыли. Сейчас как раз это и посмотрим. Компания ни разу в чистой прибыли не проседала за текущее десятилетие. Является позитивом. И, собственно, то, о чем сейчас я говорил. Видите, у нее кредитная нагрузка крайне высока, чем баланс усомненности. Это означает то, что компания будет в первую очередь погашать свои прибыли непосредственно долги. Вот. И только потом она будет уже расплачиваться в третью очередь, точнее даже в четвертую очередь с акционерами. Имеется в виду первый момент погашение долгов, второе – погашение иных издержек, третий момент – это зарплаты. И черт, по-моему, только акционеры. Ну, это, как говорится, логично. Тем более компания не платит сверхвысокие дивиденды, она платит их в М. Тем более даже дивиденды, они понижательные. То есть с 4% упали до 1,8%. Да, в компании идет тех капитальных затрат, то есть, я еще раз говорю, выручка, растущая, чистая прибыль, понижающаяся. Компания непосредственно инвестирует в свое развитие. Поэтому дивиденды какие-то большие тут, я думаю, ждать не стоит в ближайшее время. Если посмотреть на технический анализ, то компания на рынке, она цена справедлива. То есть 111 баксов за акцию – это самая такая красная цена. То есть, к примеру, сейчас вкладывать с нее, я не вижу никакого смысла. Она себя отыграла за текущие 10 лет. Вот. Если говорить, циклично ли эта компания с точки зрения кризиса, ну, кризисных мер, будь она обвалится в момент финансового лихолетия, сильно обваливаться, я думаю, не стоит. Почему? Потому что посмотрите внимательно на то, как она себя вела в 2008 году. Она просила всего лишь на 34%. Как она себя вела в 2000 году? Просила на 75%. И это все непосредственно ввиду ее, изначально вложенной ее финансовой политики. То есть, грубо говоря, ее бизнес-модели. Максимальная просадка по ней, вот только до сюда, я полагаю, она будет. Максимальная. И опять же, ввиду ее финансовой стабильности, она куда-то прям радикально сильно, прям, ну, не обвалится. Просяет там, словно говоря, баксов на 90, до 90 долларов за акцию. И потом она вполне реально начнет свое восхождение опять же вверх. Поэтому, по этой компании, взгляд у меня позитивный, но вкладываться сейчас в нее, ну, рано. Повторяюсь, очень даже рано. Помните про Куе? Когда его свернут, а это будет уже в июне 2020 года, по крайней мере, ФРС, они об этом заявили. Потому что они будут рассматривать сворачивание Куе уже в июне 2020 года. Тут уже надо быть крайне осторожным. Потому что, когда ее свернут, тогда будет цирк Шепито. Далее, компания eBay. Интернет-торговая площадка. Как бы коммерческая почва, где покупатель встречает продавца и покупатель впаривает, ой, продавец впаривает покупать какие-либо услуги. PNAE 15.4, PEC 2.3, PB 8.7. Говорит о том, что компания на рынке оценена довольно справедливо. То есть, потенциал к росту дальнейшим у нее пока не предвидится. С точки зрения выручки и чистой прибыли, здесь у нас, видите, был провал в 2017 году и в 2018. Как говорится, компания проживала не самое лучшее время. Выручка растущая, чистая прибыль понижающаяся. То есть, компания непосредственно также будет выливать какую-то часть денег в свое развитие. Потому что такие коммерческие гиганты, они никогда не делятся, хотя бы там, не знаю, 25% прибыли с акционерами. Но такого пока нету, потому что компания все еще развивающаяся и, как говорится, еще расти и расти. А как говорил Генри Форд, лучше делиться не с акционерами, а непосредственно инвестировать в развитие своей компании. В принципе, на что eBay и склоняется. К чему eBay склоняется? И вот история. Просадки были с 14 по 15 и с 18 по 19. С точки зрения баланса и нагрузки долговой, баланс снижается, нагрузка выше баланса, но тоже имеет тренд к снижению. То есть, я думаю, точнее даже не думаю, я понимаю, что компания зарабатывает, в принципе, неплохие деньги для того, чтобы в первую очередь обслужить свой долг. То есть, довольно сильно снизить его, чтобы баланс потом превышал долговую нагрузку. Это было позитивно для компании. И такое, я думаю, в скором времени будет. То есть, компания изначально даже брала долги непосредственно для того, чтобы развивать свою деятельность. Это в первую очередь. Сейчас она продолжает, еще раз говорю, вливать деньги в развитие своей деятельности. Это логика, это норма для таких компаний. С точки зрения дивидендов, они платят 1,5%. Ну и особо сильно они не будут увеличивать в последующие 5 лет. Если посмотреть по отчетности, то прибыль-то растущая. Но имеется в виду выручка. Чистая прибыль тоже растущая. За последние 5, 4, 1, 2, 3, 4 года. Если по квартально посмотреть, то по сути такая же прибыль, как за 2018 год у нее. То есть, ни больше, ни меньше равнозначная цена. Цифра, то есть. С точки зрения техники, посмотрите, то компания находится все еще в своем восходящем канале. Вот. С 2008 года. Но необходимо понимать то, что данная компания, она, как говорится, очень сильно реагирует на внешний финансовый и экономический фон. Потому что в случае начала какого-либо, мягко говоря, интересного времени, она имеет все шансы, в принципе, просесть. И просесть вот сюда неплохо так. До отметки 23. Потому что здесь, видите, проходили огромные объемы. Здесь была зона накопления. Вот смотрите, здесь была зона накопления, вот здесь вот. Вот. Тут была загрузка сильная. И она шла с 2012 года по 2015. То есть, 3 года. Компания торговалась в БКВ-ке. 3 года. И потом только она пошла вверх. Видите? Поэтому, когда она начнет падать, она будет падать вот до сюда. До отметки, ну, средняя отметка 22. Ну, сам низко 21-24. Так что тут надо быть крайне аккуратным. И пока в нее особо-то и не лезть. Рано еще. В итоге, компании, которые сейчас я рассмотрел, они в целом позитивные. Но я больше восклоняюсь к компании Pfizer. Почему? Потому что фармацевтическая деятельность американцев, она наиболее рентабельна. Ну, естественно, чем наша. Грубо говоря, их фармацевты не только в Америке работают. Они работают по всему миру. Они полномасштабные, скажем так, торговцы и производители тех или иных фармацевтических препаратов. Компания Pfizer тоже у меня имеется на карандаше. Я думаю, лист этот я оглашу. Те компании, которые я бы хотел купить непосредственно. Брать их охватом по секторам американским. После того, как уже неплохо так рынки просядут. А это в скором времени все равно будет. В этом я точно не сомневаюсь. По крайней мере, теперь мои сомнения, они равны нулю. На этом все. Подписывайтесь на канал Саймонов Биржевик. Канал о рынке акций. У нас основы биржевой торговли, аналитика, обзор акций, облигаций. Технические, фундаментальные, а также торговые идеи. Среднесрочные, долгосрочные. Помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время и грамотные стратеги наши главные союзники. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания.